Здравствуйте, товарищи зрители и слушатели! Придется мне все-таки, раз уж попросил наш уважаемый оператор, мне ответить на несколько вопросов по теме, которая, честно говоря, меня уже довольно прилично утомила. Но другое дело, что, в общем-то, до логического завершения эту тему доктора, общеизвестного, довести все-таки надо. Вот, поэтому начинаем отвечать. Вопросов мало, но мне и легче, потому что я устал и есть хочу. Значит, по-быстрому справлюсь и все будет хорошо. Вот, значит, такие вопросы задал нам, какомрат Тони Рейвен. Вот, является ли участие разработчика программы обязательным условием признания легитимности матча, проходящего в формате человек-компьютер? Ну, что я могу сказать на эту тему? Что никаких особых специальных единых правил для этих матчей, конечно, не разрабатывали. Каждый такой матч, включая там знаменитые матчи, настоящие матчи, Каспаров Дипблю, Крамник Дипфридс, каждый из них проходил, в общем-то, по каким-то своим правилам. Ну, естественно, естественно, что там разработчики программ принимали, в общем-то, деятельное участие. Ну, мы же все-все понимаем, что вот этот матч, гра 100-леття, которая состоялась в апреле 2011 года, это было нечто другое. Ну, и сами понимаете, насчет легитимности и всего прочего. Что там за версия Рыбки играла, какое отношение к ней вообще имеет Васи Крайлих и так далее, нам неизвестно. Легитимность, в общем-то, этого матча, она существует в чьих-то, в чьих-то не совсем здоровых фантазиях только. Вот такое мое мнение. Вот. Каков минимальный набор мер для проведения подобных матчей? Ну, как сказать, все на уровне здравого смысла. Естественно, в общем-то, если речь идет о том, что результат матча не спрогнозирован, спланирован, известен заранее, а речь идет о настоящем соревновании, то меры должны применяться уже достаточно стандартные, которые сейчас применяются на соревнованиях высшего уровня. Не лишнее, конечно, сказать, что ничего подобного в Киеве не было. Была некоторая профанация, имитация, назовите как хотите. Третий вопрос. Ну да, как эти меры соблюдались на матче с Усовчук-Рыбка? Собственно, я на это уже ответил, что, ну, какие там, как они, как эти меры соблюдались? Я, естественно, там не присутствовал, но по тем картинкам, которые с этого матча показывали, уже совершенно ясно, что любые возможности контакта с внешним миром при условии некоторой технической грамотности у доктора, естественно, были. Ну и более того, как-то они использовались, потому что, ну, потому что человек, который говорит про систему Найдорфа и сицилианской защите, что тут я понял, что я сделал что-то не то, он в нормальной игре не то, что рыбку, он даже улитку обограть не сможет. Вот, далее переходим к вопросам от комрада Романа Барашева, которому мы все очень благодарны за его принципиальную деятельность в этом направлении. Итак, значит, играете ли вы на досуге в шахматы с компьютерными программами, с какими и так далее, удавалось ли победить? Ну, скажу честно, что давно этим не занимаюсь по причине и бесперспективности, и бесполезности данного занятия. В общем-то, при подготовке профессионального шахматиста, естественно, игровые программы используются, но так, чтобы играть с ними, ну, называя вещи своими именами, на сегодняшний день у гроссмейстера какого угодно уровня, включая сильнейших в мире, шансов нету, все это понимают, все это признают. Вот, когда-то, лет 16-17 назад, когда уж совсем было нечего делать, я играл там с каким-то допотопным, на сегодняшний день уступающим той же Рыбке и тому же Гудине, просто неизвестно сколько сотен пунктов рейтинга, играл с фрицем 3, фрицем 4, ну, тогда иногда побеждать удавалось, но, опять же, должен сказать, что это было все очень давно. Ваши отношения к дисквалификации раскручены в общественном сознании шахматной программы Рыбка? Ну, тут вопрос, на самом деле, сложный. Тут я не настолько компетентен, чтобы давать такие, в общем-то, точные, ясные ответы. Это вопрос не шахматный, это вопрос авторского права, это вопрос того, что такое программа, написанная открытым кодом. Это лучше спрашивать, в общем-то, у специалистов в этой области. Ну, так или иначе, специалисты собрались, специалисты приняли решение, что при написании программы Рыбка какие-то принципы были нарушены, у меня нет оснований им не доверять. Хотя в то же самое время нельзя отрицать того, что, чтобы там Вася Крайлих не заимствовал, на определенный момент он создал игровую программу, которая с отрывом превосходила все существующие. Сейчас это не совсем так, сейчас есть программы, которые играют на уровне Рыбки и даже немного сильнее, но, допустим, вот года два назад Рыбка была явным и выдающимся лидером в области, так скажем, компьютерных программ, играющих в шахмах. Как вы думаете, почему именно эта программа была выбрана для явно-подставного поединка? Да ну, потому что это сильнейшая программа, нужно было, как говорится, успех, успех должен быть успехом выдающимся. Ну, что сказать, в области такой иллюзионной техники, наверное, успех выдающийся. А так, я не думаю, что факт выбора Рыбки следует увязывать с ее дисквалификацией, ну, просто вот есть сильнейшая программа, которая на слуху, она и была выбрана. Как вы думаете, ее разработчики в курсе, произошедшей в Украине дискредитации их программного продукта? Возможно, Васик Райлев в курсе, но, опять же, это лучше у него спрашивать, а не у меня. Я не думаю, что он к этому как-то серьезно относится. И ясно же, что речь идет, в общем-то, не о дискредитации программного продукта, о дискредитации как бы шахмат в целом. Ну, о дискредитации, может быть, Украинской шахматной федерации, которая в силу каких-то причин решила поддержать это крайне сомнительное мероприятие. Ну, не мне их судить, они сами, наверное, понимают, во что они влезут теперь уж. Дальше вопрос, я опять, как обычно, забежал немножко вперед. Дискредитирует ли, на Ваш взгляд, подобное шахматное шоу шарлатанам Украинскую федерацию шахмата, являющуюся одним из его организаторов? Или такое мероприятие, наоборот, послужило делу повышения общественного интереса к шахматам? Ну, понимаете, да, вот эта вот известная история, как бы считается, что плохого пиара не бывает. Можно, конечно, судить и так, но в то же время настолько явная профанация, настолько явная, грубо говоря, дискредитация именно работы профессионального шахматиста, людей, которые не один десяток лет, в общем-то, пытаются выйти на мировой уровень, а тут человек, у которого, в общем-то, с грамотным изложением своих мыслей серьезные проблемы, которые, в общем-то, такие комментарии делает о шахматах, что становится совершенно понятно, что он просто, как говорится, не владеет матчастью. И он, полгода назад научившийся играть, тут же одновременно становится сильнейшим шахматистом мира, но это немножко перебор. Такой пиар, я думаю, все-таки уже не нужен, но это излишне. Вполне возможно, что если бы это мероприятие заранее было подано как шоу, то никто бы ничего против и не имел. Ну, люди действительно, фокусники, выступают в цирке. Никто, в общем-то, никому не приходит в голову как-то их клеймить позором, подавать нанесут и так далее. Но это цирк, это фокусы, все знают, и зрители, и пресса, и сам фокусник знают, что речь идет об некоем иллюзионе, мистификации. Здесь достижение в кавычках было подано как достижение настоящее. Это неправильно. И, опять же, я не берусь судить лично этих людей, с которыми я не знаком, из руководства Украинской Федерации в шахмат, но зачем они влезли в эту гнилую очень историю, мне совершенно непонятно. Ну, может быть, они в какой-то момент захотят и ответят на это. И, как мне кажется, вопрос номер последний. Существует ли международная шахматная организация, координирующая деятельность шахмат как вида спорта, уполномоченная давать за оценку подобных спекулятивным мероприятиям? И если да, то почему ее не слышно? Ну, грубо говоря, международная шахматная организация, которая координирует, направляет это... Продолжение следует...